Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология. В студии Сергей Медведев. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым или буду вечно холостым, как говорит народная шутка. Столетие ленинского комсомола отметила сегодня в эти дни российская общественность, кто-то с проклятиями, кто-то с ностальгией, но в любом случае остается проблема молодежи, остается проблема молодого поколения. Как уверяют социологи, поколение миллениума, поколение Y сменилось поколением Z, рожденных уже в 21 веке. Кто они такие? В чем их ценности? И готовы ли они изменить мир? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Поколение Z или цифровое поколение? Люди, которые родились после 2000 года. Американские исследователи выделяют ряд отличий поколения Z от предшественников. Самостоятельность, мотивированность, эгоцентричность, размытость гендерных ролей, стремление к свободе. Десятки социологических работ и аналитика поведения позволили подобрать для каждого поколения свою нишу и свой набор качеств, спрогнозировать, как его представители могут повлиять на развитие социальных процессов. Однако вопрос о точности и корректности подобного распределения остается открытым. Социальное положение, образ жизни, окружение – все эти факторы довольно трудно объединить конкретным годом рождения. До сих пор никто, даже сами представители так называемого цифрового поколения, точно не может сказать, на что ориентировано новое поколение и чем именно отличаются его ценности и ожидания от взглядов его предшественников. Обсудить проблемы нового поколения и вопрос вообще, существует ли оно. Мы пригласили сегодняшних наших гостей Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада Центра, и Юлия Избашева, директора исследовательского агентства Validata Kids. Вы знаете, первый вопрос, Наталья, который я хочу задать, а что будет потом? Я в ужасе думаю, вот кончилась буква, последняя буква «З», какое же будет следующее поколение? Видимо, пойдут какие-то математические символы, или перейдем на другой алфавит. Проблема тысячелетия была, что будет, когда в компьютерах обнулиться 2000-й год, два нуля. Да, да, вот немцы в этом смысле остроумные, у них есть поколение Гольф, поколение Прокориат, это вообще как бы тема в социологии очень сложная, очень дискутированная, полемическая. Это международное сейчас определение, что поколение «З» вышло. А социологи оперируют? Ну, оно, может быть, тоже есть, но это скорее в публицистике. Международное, да, и в целом именно по этой теории поколений там вообще всего четыре буквы, которые ходят друг за дружкой. А, по кругу. Но правда ли это и так ли это, и сработает ли это в данный момент, учитывая, что у нас сейчас диджитальная революция и мир перевернулся, на самом деле, совершенно. Неизвестно, вернемся ли мы опять к первому поколению. И вообще сохранят, кстати, интересный вопрос, сохранятся ли вообще поколения? Ну, это как бы для социолога это научный термин. Я бы сказала, что это вопрос очень сложный и спорный. И сколько оно из себя сейчас представляет в условиях ускорения? Вот говорить о постсоветском периоде, образовались ли какие-то новые поколения, мы на самом деле твердо можем говорить, ну, мы как бы занимались этой проблематикой, твердо можем говорить там о поколении оттепели. Потому что все-таки оно как бы действительно внесло какие-то новые идеи, поддерживало изменения, там было свое представление о будущем, пусть это был социализм там с человеческим лицом, неважно. И оно имело влияние на следующее поколение. А потом начинаются уже такие периоды истории, когда ничего кроме поколения застоя мы как бы выделить не можем. Потому что на самом деле очень сложно подобрать действительно и соединить те признаки. Но если руководствоваться там классической теорией Мангейма, что такое поколение, то все-таки это должен быть какой-то общий дух, это должна быть связанность с потрясением от каких-то больших крупных событий. То есть переживание какого-то крупного, значительного для всех события, общенность взглядов. И в принципе какая-то политическая роль, хотя не обязательно. Потому что вот на Западе как раз поколение там после 80-х все время идет речь о том, что они политически все менее становятся активными. А речь идет о их социальной скорее, там культурной роли. А как бы политику они не определяют. Юлия, а для вас это поколение существует? Потому что вот из того, что я читал, говорят часто, что это больше как инструмент маркетологов, как инструмент... Ой, вы знаете, для нас это поколение очень существует. Мой отдел занимается конкретно этим поколением и его родителями. Вот. Мы считаем, что они ужасно другие, страшно отличающиеся от нас. И что там есть целый набор характеристик, по которым они отличаются очень сильно. И поэтому у нас даже есть некая идея сейчас у нашей компании, у нашего отдела, когда мы приходим куда-нибудь разговаривать с родителями или учителями, где мы пытаемся донести мысль о том, что надо немножечко по-другому смотреть на них. Не надо пытаться искать в них себя и говорить им, ну вот я в твои годы, что же ты, до сих пор там не то, не то, не то. Вот. А действительно воспринимать их как, в общем, на самом деле, как это не страшно немножко звучит, возможно, но, в общем, других людей. Нам кажется, что это уже новые люди. В чем основные черты этого поколения? Вы уже одну сказали, что это то, что называется цифровые аборигены. Диджитальные. И на самом деле, конечно же, именно эта тотальная диджитальность, она страшно их поменяла. Я даже не знаю, страшно, не обязательно в плохом смысле, просто очень их поменяла. Да, очень сильно их поменяла. Вот. И они совсем по-другому видят мир сейчас. Они, в общем, живут в этом мире, где особенно нет границ, где они сами могут создавать контент постоянно. Да, они как бы, это некий такой краудливинг, да, когда ты смотришь кого-то, кто тебе нравится, а смотрят они сейчас блогеров в огромном количестве. Это такие для них микроинфлюенсеры. Вот. И при этом они могут влиять на них, они могут давать им комментарии, и эти блогеры вступают с ними в коммуникацию, поэтому у них возникает четкое ощущение, что, в принципе, они создают этот контент. Вот. А там много всего интересного. Есть еще такие интересные штуки, как желание постоянной движухи. И на самом деле очень часто есть идея движухи ради движухи. Да, то есть нет идеи, чтобы было какое-то одно большое событие. Например, я должен посетить какое-то мероприятие. Идея в том, чтобы посетить как можно больше мероприятий и за все это отчитаться сразу же, потому что у нас сейчас, если ты куда-то это не вывесил, каким-то образом это не показал всем остальным, то на самом деле считаешь, что ты не был на этом мероприятии. То есть они действуют интернет в том смысле, что постоянно сменяющаяся калибинскопичность событий требует от них такой же событийности, как вот это клиповое мышление, да, ведет в сети. Абсолютно. И клиповое мышление – это тоже одна из их особенностей. Точно так же они хотят свою жизнь строить по законам клипа. Постоянная смена ракурса кадра. Да, причем, что самое интересное, им не очень важно сохранять вот эту, скажем так, память. Для нашего поколения очень важно именно, чтобы это все куда-то откладывалось, как-то копилось, чтобы потом можно было показать это своим детям, своим внукам. Для них же совершенно это не свойственно, и поэтому сейчас настолько активно развиваются такие программы, как Snapchat, как Stories в Инстаграме и так далее, да, когда на самом деле все, что ты выложил, пропадает на следующий день или пропадает через час, или пропадает через 30 минут. Вот. То есть самое главное, что это люди посмотрели, они тебя лайкнули, ты получил некий социальный капитал, а социальный капитал – это самое главное, что сейчас может быть. Но он выражается, прежде всего, в лайках и фолловерах, и в таких виртуальных сущностях. Да, да, да. Вот я хочу, Наталья, спросить, а с другой стороны, вот эта виртуализация их жизни, она их отнимает от нормального социума? Я часто доводится слышать, что меньше стало друзей, меньше общения, даже вот не помню, где у кого я, может быть, и у Левады были какие-то исследования, что секс для них гораздо меньшее значение имеет по сравнению с предыдущими поколениями. Все заместил интернет. Ну, на самом деле, конечно, мы ловим такие явления, потому что молодое поколение, там даже можно считать до 30 лет, но особенно там до 24 лет, они в интернете постоянно. И, конечно, есть вот эта виртуализация непосредственного контакта, то есть это горизонтальная коммуникация, она, конечно, меняет мир, потому что именно непосредственное взаимодействие в реальности, оно более насыщено какими-то другими смыслами, а как вот вы говорите, виртуальность, она вот очень быстро исчезает, быстро забывается и не накапливает памяти. Кроме того, само все это пространство интернета, как мне кажется, оно, ну, это и в обществе можно наблюдать, оно очень фрагментировано, потому что это такие ниши, которые не очень пересекаются между собой. И поэтому, если там возвращаться к... Действительно, как бы у молодых есть ощущение, может быть, нарастающее ощущение одиночества, если они не включены вот в эту виртуальную такую активность, если они не имеют вот этих лайков, если они не имеют вот этой популярности, отсюда могут идти какие-то комплексы, там, какие-то психологические проблемы и так далее, но это и в реальной жизни тоже так. Но если возвращаться к проблеме, все-таки на прежний шаг вернуться, что мы говорим о молодежи, и, ну, как бы существовало, по крайней мере, такое представление, что с молодежью всегда связывается ожидание социального изменения, то вот весь этот процесс, как бы, цифровизации, он, собственно, особенно не влияет на социальную реальность. То есть сказать, что эти молодые поколения, которые выносят какие-то свои новые ценности, которые были бы важны и другим, и которые бы, как сказать, принимали бы во внимание и других, они очень зациклены на себе, они как бы ориентированы сами на себя. Это большой разрыв между самыми молодыми и уже следующими поколениями, даже между родителями. Хотя родители сейчас уже в 2000-х тоже уже, как бы, бывшие молодые 90-х, и много изменений пережили. Поэтому тут, как бы, вопрос вот ценностей, да, которые вечно нас тревожат, когда, как бы, они изменятся и когда они закрепятся в обществе, он опять натыкается на ситуацию, когда ценности не воспроизводятся в следующем поколении. Мне кажется, походим к очень интересной коллизии, и действительно, это то, что вы говорите, то, что Юлия, да, что перемены, вот эти постоянные перемены в их цифровой ленте, ежедневная, ежечасная смена впечатлений, она, с другой стороны, приводит к тому, что им не нужны перемены в окружающей действительности. То есть они не перестают быть социальными акторами. Они становятся героями на час, на минуту, да, на вот этот вот момент славы в Инстаграме. В каком-то мире, с референцией мы. А им все равно, что вокруг, там, я не знаю, там, исламский Иран, Путинская Россия, американская демократия, что угодно. Причем самое интересное, что они ведь на самом деле могут за одну свою жизнь, уже не такую большую еще, да, на самом деле находиться в очень разных апостасях. И они воспринимают себя мультиличностями, они воспринимают себя... У них нет идеи, что вот он... Почему сейчас ушли субкультуры, да? Почему? Потому что сейчас нет идеи всем доказывать постоянно, что вот ты металлист, или что вот ты, не знаю, рокер, или что ты год, эмо, кто угодно. Да, сейчас нет желания у молодых людей, потому что они самовыражаются там, и они могут выражаться постоянно в разных сообществах, могут быть совершенно разными. Им не нужно для этого активно, внешне себя нести. Поэтому, да, сейчас есть вот эти, как бы, какие-то возможности разных интересов и проявления себя в совершенно разных областях, но для этого тебе не нужно кричать миру об этом. Ты можешь быть совершенно... Чувствовать себя прекрасно здесь, и здесь, и здесь. Это очень-очень комфортно. Да, но вот по поводу того, как влияет это на наше общество, нам кажется, мы много очень думали об этом, нам кажется, что мы очень скоро начнем чувствовать, как это влияет, потому что они вот-вот, вот-вот придут на работу. И вот как только они придут на работу, они уже начинают, да, приходить. Мы очень сильно почувствуем, потому что они совершенно в этом смысле другие. Они по-другому относятся к работе, по-другому относятся к успеху, по-другому относятся к терпению и труду, который, скорее всего, все перетрет. У них совершенно другое ощущение этого. Поэтому это очень интересно. Работодатели, так сказать, приходят и говорят, а мне неинтересно, что вы мне поручаете какую-то работу. Мне должно быть интересно. И потом посреди разговора может встать и уйти, так сказать, и пойти искать новую работу. Именно. Их растят в постоянном ощущении этого эдютеймента, да. Вот это сейчас новая тема, что им все время должно быть весело и интересно. Давайте подумаем с вами. Школа в Советском Союзе. Кому могло прийти в голову, что уроки должны быть интересные? Ну, если... Что у ребенка обязательно должно быть интересно на уроке. Ну, если попадалось так, и везло так ребенку, что вдруг ему попадался какой-то гениальный, прекрасный, харизматичный учитель, ну, это была удача. Но, в принципе, это не было каким-то обязательным условием. Сейчас, на самом деле, их постоянно должны развлекать. Они постоянно ждут развлечений от учителей, от родителей, от всего-всего. И они постоянно занимаются этим сэмплингом разных профессий. И родители водят их по огромному количеству кружков, потому что ребенок должен найти себя. И сейчас вообще это самая главная тема – найти себя. И вот он ходит по всяким этим кружкам. Причем в наше время, ведь совершенно... Вот сейчас я имею в виду совершенно необязательно определиться, чем ты должен заниматься, чем ты будешь заниматься дальше. Ты можешь так и перебирать все эти кружки из месяца в месяц, из года в год. Ты ходишь во всякие Китбурги, Мастерславли, Кидзани и так далее. И там пробуешь себя, и везде интересно. И, конечно же, ты привыкаешь к мысли, что, в принципе, все работы должны быть очень интересными. И вся жизнь так будет. Тут ты немножко горшки полепишь, тут порисуешь. А потом ты приходишь на работу. Землю попишешь стихи, да. А там как бы, ну, не то чтобы сразу дико интересно. Мало того, что... Ну, мы с вами знаем, что молодым обычно часто вначале дают довольно техническую работу, не самую творческую и так далее, и так далее. Поэтому они, конечно, они сразу же бунтуют. Они говорят, ой, мне это неинтересно, это не мое, значит, я ухожу. Или другой момент. Значит, первое – это мне неинтересно, я ухожу. А другой момент – у меня не получается, значит, это не мое, значит, я ухожу. И так они уходят. Ну, мне кажется, тут надо все-таки уточнить, о какой части молодежи мы говорим. Потому что вот я как бы, я, к сожалению, не очень... Вот эти, которые до 22 сейчас. До 22, но я думаю, что если говорить о масштабах страны, то это, конечно, все равно вот те группы, которые вы описываете, и те качества, которые вы описываете, они свойственны прежде всего городской молодежи. Это ужасно, я говорю, скорее, о трендах. Среда высшее образование, по крайней мере, у родителей, более или менее высокий доход. То есть среда, которая могла бы быть прото-средним классом, так называться так. Да, да, да. И это только часть молодежи, да, потому что картина как бы общая, она гораздо сложнее и гораздо печальнее и грустнее. И в значительной степени вот эти молодые, которые так ориентированы на себя, они ориентированы на других и не ориентированы на общество. И в принципе аполитичны. Они не интересуются. Что значит для них интересно? Мы сталкиваемся с этим, когда к нам приходят молодые студенты, начинают работать, закончив очень хорошие вузы. Оказывается, что вот именно ценности познания какого-то, ценности знания, собственного интереса исследовательского, его нет в большинстве случаев. То есть идет такое... Это как построена система образования. Она как бы тебя накачивает, как это и в советские времена было, большим количеством знаний, но не выращивает в тебе твоего личного, собственного интереса. И человеку становится неинтересным, потому что он сам внутри себя как бы не сформулировал важные, сложные, смысловые проблемы уже как бы на свою биографию, которые бы стали выражаться как его интересы. Потому что дальше он будет находить легче применение этих своих интересов. В общем, это может где угодно можно реализовать. То, что вы описываете, можно это назвать как синдром отложенной взрослости. Да, безусловно. Они, вот это то, что я слышал, там синдром Питера Пэна, они постоянно не взрослеют, и вот в этом... Может быть, российское общество вообще в известном смысле инфантильно, но нынешние 30-летние, можно сказать, что они инфантильны, потому что, несмотря на то, что у нас была такая иллюзия как бы в начале перестройки, вот первые наши опросы показывали, что если возвращаться к молодежи как к носителю изменений и говорить все-таки о стране, о том, как она меняется и какую роль в ней играет молодежь в этом смысле, то опросы показывали, что молодежь... Вот и была такая идея, что произойдет смена... Советский человек уйдет, произойдет смена поколений, а вот они такие открыты, а вот они такие прозападные, а вот они как бы открыты всему новому, и как бы это все происходит. Но со временем стало ясно, что это как бы декларация. И без... То есть это пожелания такие, и к своим 30-40 годам они превращались в таких же постсоветских своих родителей с теми же установками. Может быть, это не касается этого поколения, может быть, оно изменится, но так происходило, по крайней мере. Потому что не происходило реальных ценностных изменений на уровне институтов, в образовании. Нынешняя молодежь, ей абсолютно неинтересна история. У нее... Это молодежь без памяти. Они ничего не знают не только о истории, как бы, там, Советского Союза, но и о новейшей истории. Ну, не знают, но мы об этом говорим, но им интересны мифы, им интересны мемы. Им интересно, там, выйти на бессмертный полк с плакатом, повязать ленточку. Это движуха. Они, как бы, тем самым поддаются тому, что навязывает власть, подменяя историю мифологизации советской истории, мифологизация советского прошлого, как бы, отсутствие реальной работы с ней. А без этой реальной работы невозможно понять ценности того, что, как бы, лежало в начале перемен, да, ценности свобод, ценности прав, что, как бы, молодые оценили. Свободу перемещения, ну, свободу выбора. Свободу нового интернета. Свободу интернета. А, в принципе, их представление об устройстве, как бы, представление о демократии, об обществе, они оставались во многом советские. Потому что поколение родителей, вот там, 90-х, оно, как бы, передало, в основном, следующему поколению, которое, как бы, получило эти свободы готовыми, не понимая, что за этим должна стоять работа, за них надо бороться, их надо, как бы, ценить, их надо отстаивать. А, как бы, вот, как получили в руки. Ну, да, здесь... А родители, как бы, ну, такой среднестатистический советский родитель, который очень обеспокоен тем, чтобы его ребенок получил хорошее образование, ходил в кружки, там, устроился, получал хорошую зарплату. А, был успешным. Это было в советское время же все это. Вот это представление довольно примитивное об успехе, на самом деле, советское. Ну, да, вот здесь очень интересно то, что вы говорите, что не получили вот этого вкуса к свободе, представление о тех институтах, которые его свободу окружают. И мы уже таким образом выходим на политические контексты молодого поколения, о которых мы поговорим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, добрый день. Программа «Археология» на волнах радио «Свобода» в эфире телеканала «Настоящее время». Обсуждаем сегодня проблемы молодежи. И снова у нас не та молодежь. Поколение «З» вышло на историческую арену. Поколение, родившихся после 2000 года. Поколение, не видевших в жизни другого президента, кроме Путина, если говорить о России. И обсуждаем их проблемой с сегодняшними нашими гостями Наталья Зорко, Элевада Центр, и Юлия Юзбашева, исследовательское агентство «Валидата Кинз». О детях нового поколения, об устремлениях этого поколения рассуждает Надежда Афанасьева, профсекретарь движения «Весна» в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Поколение «З» так называемое напротив очень сильно беспокоится о собственном обществе, в котором мы живем. Я это проиллюстрирую на таком довольно банальном примере. Известно, что в протестах сейчас, которые в том числе организует Алексей Навальный, участвуют в основном молодые люди и даже школьники старших классов. И это показательно, как мне кажется, что такая серьезная проблема, как проблема коррупции, должна больше заинтересовать старшее поколение. Но выходят именно они, а не представители более старших поколений. Я тоже участвую в протестах. И когда я разговариваю со своими ровесниками, они понимают, почему я хожу. То есть это не нужно даже объяснять. А когда я говорю о том же с людьми, даже разница может быть небольшой, 5-6 лет. Но им уже слегка непонятно, зачем это все, к чему это приведет, а может вообще лучше не нужно, зачем эти проблемы. Ну то есть у них более как бы такое настороженное ко всему этому отношение. И я бы сказала, что вот эту фразу про то, что нужно не менять систему, а как-то в ней, в нее встроиться и преуспеть, я как раз слышала больше от людей, которые старше меня, но ненамного, там типа 5 лет, 8 лет. Ну первое, что мне приходит в голову, что отличает поколение Z, возможно, неравнодушие, потому что я сразу вспоминаю, что какие-то такие темы, например, как экология, ну то есть я вообще до того, как стала общаться с людьми неравнодушными к загрязнению вообще окружающей среды, я как-то даже не задумывалась о том, чтобы, ну то есть, что вот такие вот проблемы, как там типа раздельный сбор мусора могут волновать моих ровесников, потому что кажется, что это такие типа молодежь, стереотипные изображения, что они там типа китают всюду бычки. А оказалось, что даже среди моих знакомых несколько человек реально, то есть раздельно собирают мусор и, то есть, они даже приучают свою семью, в общем, всех родственников, чтобы раздельно собирали мусор. Вот. Потом достаточная смелость для того, чтобы выражать свою точку зрения открыто, потому что все-таки люди предыдущих поколений, в основном выросшие в Советском Союзе, ну как бы у них все равно сохраняется эта забитость, это, как говорит моя мама, лучше не выражай свое мнение, лучше там типа помолчи, там типа не нужно, а вдруг тебе что-то будет за это и так далее. Это все-таки немного сковывает, мне кажется, даже уже спустя практически сколько там, 20 лет прошло и даже больше с развала Советского Союза, но все равно это как бы сознание, все равно у них присутствует. И мне кажется, наше поколение более как бы открыто в этом плане, хотя после этих судов за репосты и так далее, возможно, что-то изменится, но я надеюсь, что нет. Третье я бы назвала какое-то желание, возможно, разобраться в вопросах философии, гендерных проблем и такой гуманитарной научной системы. Я вижу, что мои сверстники, мои знакомые, ну то есть преимущественно читают, ну такой серьезный довольно литературу, ну как серьезный, то есть не какой-нибудь там детективы и так далее, а они стремятся именно понять там политическую систему, различные политические взгляды, различные философские взгляды. Поколение Y, они уже как бы уже постарше, собственно, и у них же более какие-то, возможно, бытовые проблемы, там типа покупка квартиры, точнее ипотека. Хотя с другой стороны, типа если они сталкиваются с ипотекой и понимают, что это практически нереально купить квартиру, так, ну или ты подписываешь какой-то контракт на 20 лет и так далее, то есть у них должны быть наоборот какие-то протестные настроения. Надежда Афанасьева, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Ну сразу поставить вопрос, Путин или Навальный для этого поколения стоит этот вопрос? Все равно Путин. Все равно Путин? Все равно пока Путин. Хотя наблюдается некоторая тенденция ослабления, вот на самом деле вот эта молодая девушка, это поколение чуть-чуть отличается, если условно говорить про поколение болотное, да, вот они помладше, и они немножко другие. И в их жизнь вошел какой-то период, когда родители жили более-менее благополучно, и как бы они стали, ну все-таки нарастание благополучия, она ведет тебя к другим вопросам тоже приводит, это связанные вещи, потому что всякие социально-ориентированности, она возникала именно в этом роде среднем классе. Ну да, как все это показано по городскому классу, запрос на самовыражение, на представительство. Понятно, но к Навальному как бы в принципе это очень тонкий пока слой молодых людей, которые ориентированы на Навального, и для него характерно по сравнению с Болотной, как мне кажется, действительно ведь опыт Болотной все равно вот протестов тех молодых, с которых это все началось, а потом они как бы растворились в уже таком более взрослом протесте и так далее, потому что начиналось это все с самых молодых, но как бы не хватило там самоорганизации, не хватило там того-сего, но это все известно, лидеров не было, Навальный тогда только начинал, хотя тогда уже первые места занимал. У этих молодых, как мне кажется, они стали действительно больше, может быть, думать, и у них какие-то более четкие взгляды начинают появляться на права, на свое будущее, они живут в период более сложный экономический, значит, они уже не таким радужным представляется их будущее, они начинают задумываться о том, а куда они пойдут дальше, а как они устраиваются. Вопрос, да, вопрос встройки в систему. Потому что те встраивали скорее вот 90-е, 2000-е, а это была встройка, это был общий для общества. Был общий рост, люди поднимали деньги. Это вот механизм пассивной адаптации, который шел от родителей, не высовывайся, встраивайся в систему, подчиняйся и делай этим своим успешным путем, получай образование, неважно какое и так далее. Это очень долго работало. Ну вот и нынешние, Юлия, слушай, то, что вы говорили, им нужна движуха, нужен драйв, нужно постоянно. Не то ли, что им пытается дать Навальный? И вот я увидел этот моментальный контакт, и не знаю, куда он делся, который был год назад, ну полтора года назад, уже весной 2017 года, 26 марта, затем 12 июня, когда выходило действительно 13-14-летний, и вот они снимали, они залезали на фонари на Пушкинской площади. Это что, такая локальная история в Москве была? Или тут все-таки есть некий Навальный, пытается нащупать этот запрос на движуху? Безусловно, пытается. Еще хотелось бы сказать, что у вас получилось прекрасное интервью. Надежда совершенно чудесно проговорила огромное количество всяческих инсайтов про эту аудиторию. очень интересный момент, что на самом деле мы даже в поколении Z уже успели разделить это поколение на две части до 14 лет и после 14 лет, потому что с 14 как раз начинается вот тотальная диджитализация, а до этого момента все-таки не совсем, и они, знаете, немножко на перепутье, они не там, не там. И она как раз прекрасный выразитель вот этого поколения, которое 14+, которые чудесно хотят как-то поменять мир, но менять мир, они имеют в виду бороться за экологию. Раздельный сбор мусора. Да, раздельный сбор мусора. То есть это сразу же такой глобально изменить мир. У них нет идеи местечкового изменения мира. У них есть идея... У местного тоже. Да, есть идея именно как-то вот взять и как-то вот его изменить. Вот, а на самом деле вообще у поколения Z есть идея сделать этот мир или, давайте так скажем, не сделать, а им очень хочется, чтобы этот мир был бы таким же трушным, да, потому что от слова true они сейчас очень активно используют это слово, он должен быть трушный. У них нет слова правда, правда, неправильное слово, правильное слово именно вот трушность. Он должен быть таким же, как бы, так же комфортно устроен, как на самом деле интернет. И вот поскольку этот окружающий мир так не устроен, им в нем некомфортно. И они понимают, что, ну как же, вот почему же, вот, вот они смотрят про коррупцию. Их, именно про коррупцию их интересуют моменты, да. Да, заметьте, она, когда она говорила о политике, она говорила о коррупции, да. То есть это некое смешение понятий, но при этом ее поймали именно на том, что есть некая несправедливость. Это про несправедливость. Про то, что мир не устроен логически образом, так, как устроен интернет. Мир не устроен так, что вот ты что-то сделал, и тебя либо лайкнули, либо не лайкнули. Тебя либо забыли, либо не забыли. Там все очень быстро, там все очень легко. Ты либо набираешь популярность, либо не набираешь популярность. Либо тебе повезло, либо тебе не повезло. Либо это как-то начался, это уже не модное слово, хайп, либо не начался этот хайп, да, и так далее. Там им все понятно. они живут в этом новом мире. И на самом деле интернет уже делает для них некую систему ценностей. Они ее начинают, эту систему ценностей, начинают переносить в реальный мир. Но эта система ценностей более либеральна. Совершенно не факт. Там, смотрите, эта система ценностей заключается вот в чем. Правды нет. У каждого есть свое собственное мнение. Очень важно этим мнением поделиться. Твое мнение обязательно должны уважать. Я немножко не так выразился. Нелиберально, а, так скажем, терпимо, толерантно способны уважать другого. Мы считаем, что да. На наш взгляд, да. Во всяком случае, из всех наших следов, мы в последнее время очень делаем глубинные проекты с подростками и с детьми. И мы видим, что у них огромный запрос идет именно на толерантность и на уважение собственного мнения. Они очень ценят людей, которые уважают чужое мнение. А, почему чужое? И поэтому для них ситуация, когда они видят, что мир так не устроен, и когда с ними начинают об этом говорить на их языке, используя их слова, используя их динамичный, активный, такой бодрый стиль, который использует Навальный в своих видео, он, конечно, начинает импонировать. Да, он начинает импонировать. Вы хотели бы прокомментировать это? Ну, мне кажется, все-таки я хотела бы немножко, может быть, попробовать поспорить, потому что это, как мне кажется, преувеличивается роль все-таки жизни людей в интернете. И идея о том, что он сам создает ценности, представляется неспорной, потому что все-таки вне реальности, вне жизни люди учатся, люди общаются с родителями, люди наблюдают окружающую жизнь так или иначе. А это какая-то все-таки форма эскапизма отчасти для них. Это жизнь для них. А, кстати, чтобы понимать, они телевизор смотрят? Меньше гораздо. Практически нет. Практически нет, да? Вот ты сказала, особенно те, которые меньше 14, и эта аудитория уже не захвачена телевидением. Он может быть включен у них, сейчас вообще очень... Ну да, дома родители смотрят, есть же там семейный просмотр. Да, мультиэкранность. Никогда он не будет сидеть и смотреть. Он может делать миллион дел и быть в своем гаджете в это время. То, что действительно как бы чувствуется, но это если судить вот о... Ну вот прекрасный был фильм «Блэшакам», про него говорили, об этих молодых. Это же совершенно неуспешные, не городские, не хипстеры. Это самые обычные молодые люди из неблагополучных семей в том числе. Про них можно говорить. Я не знаю, в какой мере тут важен интернет, но все-таки, конечно, это свободное пространство для каких-то дискуссий. Другое дело, насколько оно влияет на общую ситуацию. За пределами интернета все происходит как бы то же самое, идут только ухудшения наоборот. Но их запрос на то, чтобы новый быть выслушанным, настоять на своем, как бы иметь право настаивать на своих правах, он как-то просматривается. Что действительно вот это изменение есть. Потому что, конечно, там советские школьники и постсоветские школьники, они в большей степени были подчинены этому авторитарному образованию. Ну да, здесь больше индивидуализация. Здесь больше индивидуализация происходит. И, соответственно, оценка какого-то своего собственного мнения. Ну и, собственно, да, и вопрос, какие формы государство, общество им предлагает, куда они могут вот эту свою индивидуализацию, запрос на индивидуализацию встроить. Поговорим об этом буквально через пару секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология на волнах Радио Свобода» в студии Сергей Медведев и наши сегодняшние гости Юлия Юзбашева, директора исследовательского агентства «Валидата Кидз» и Наталья Зоркая, ведущая научный сотрудник Левада Центра. Говорим мы о сегодняшних детях, о так называемом поколении «Зет». Те, кто вошли в жизнь после, родились после 2000 года и входят в жизнь уже сейчас. Какие их ценности, какие их устремления? И главное, готовы ли они менять мир, или они хотят встраиваться в тот мир, который они видят вокруг себя. Жить только в интернете, а мир пусть остается таким, какой он есть. Об этом же рассуждает Константин Филоненко, автор исследований о проблемах подростков в сюжете нашего корреспондента Светлане Осиповой. Что такое вообще поколение? Откуда это взялось? Для чего это нужно? Какие в это вкладываются смыслы? Изначально этот подход использовался, но его придумал Карл Мангейм, он описал людей, на которых повлияли одни и те же события. Он не объединял их по году рождения. И объединять всех людей на основании их рождения, это, в общем-то, похоже очень сильно на гороскоп. Влияние семьи, социального происхождения, личной биографии, каких-то событий из личной жизни, оно несопоставимо выше, чем влияние каких-то общих вещей, характерных для года рождения. Когда мы говорим о поколении Z, это все-таки еще очень юные люди. И мы можем списать возрастные особенности людей на какие-то отличительные поколенческие черты. Если посмотреть на описание других поколений, да, там, бэйби-бумеров, поколений X, миллениалов, в общем-то, они все проходят одну и ту же стадию. Они эгоистичные, они плохо концентрируют внимание, они не хотят, они очень активны. Но, как бы, проходит время, и вдруг мы понимаем, что люди, которые, например, очень сильно были про бизнес, да, там, миллениалы те же, да, о которых, там, в начале 2000-х говорил, что вот, это люди, которые нас перевернут, потому что они очень концентрированы на открытии собственного дела, не хотят устраиваться в корпорации. Но вдруг мы видим, что, в общем-то, большинство, особенно в России, большинство из них прекрасно строились в корпорации. Говоря о формирующих чертах, мы должны иметь в виду, прежде всего, способы связи, способы поиска и получения информации и какие-то политические события. Там, условно говоря, протестные движения охватывают все слои населения, вопреки каким-то стереотипным обсуждениям. По поводу пенсионной реформы, которая, казалось бы, касается только тех, кто, значит, ждет пенсии, тем не менее, это вызывает интерес у всех, обсуждения, по крайней мере. Точно так же, как вопрос, связанный со школьным образованием. Точно так же это обсуждают все слои населения. Во-первых, разделять поколение, говорить, что есть одно поколение с такими-то характерными чертами, другое поколение с другими характерными чертами. Это очень просто. Как бы мы выделили какие-то характерные черты, нам очень просто внутри себя думать об этом поколении и говорить, что он ведет себя так, потому что он такой. Другое дело, что, как только мы сталкиваемся с какими-то явлениями, которые выходят за рамки этого, видим, например, очень радикально, очень радикального, не демократически настроенного, например, представителя молодежи или очень консервативного, рационалистского представителя молодежи, и мы ищем какое-то другое объяснение. А как только нас устраивает, мы говорим, что это представитель, он такой. А во-вторых, в основном, если мы посмотрим на то, кто занимается, кто делает вот эти исследования, мы увидим, что это в основном маркетинговые исследования, и маркетинговые отделы различных компаний считается, что вот, собственно, когда мы выделяем целевую аудиторию по возрасту, она становится более осязаема для маркетологов. Однако качество этих исследований, оно лично у меня вызывает вопрос. Константин Филоненко в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Вот Константин говорит хорошую вещь, Мангейма вспоминает, что поколение, как и вы это в самом начале сказали, это некая группа людей, сформировавшихся вокруг которого события. Вот у нас было большое событие. Крым. 2014 год. Посткрымский синдром, посткрымское поколение. Как это поколение себя позиционирует по отношению к Крыму, патриотизму, войне к Западам, с Западом и всему вот этому новому антизападному дискурсу? Ну, это событие тут нельзя, мне кажется, что не стоит говорить о поколении, потому что оно затронуло все общество и все, как бы, возможные возрастные когорты, потому что вот эта мобилизация уропатриотическая и поддержка присоединения Крыма и закрывание глаз на то, что потом начало происходить на Донбассе, оно характерно для всего общества. И молодые, как раз по нашим опросам они это показано, показывается, они даже более равнодушны, чем старшие группы по отношению к этому и сохраняют там, то есть они как бы выключены из этих сюжетов. Это не поколение, это крымское, а это как бы состояние общества, в которое оно пришло, оно на них транслируется. И они уже, не думая, носят георгиевские ленты, присоединяются к этому всему. В этом смысле молодежь не однородна, она подхватывает этот патриотический дискурс. Она, как бы, с одной стороны, она очень ориентирована на саму себя, на свой личный успех, на свой личный круг, на свои какие-то вот достижения. Про девочку я хотела бы отдельно сказать потом про это интервью. А с другой стороны, они как бы все равно от родителей получили вот этот опыт приспособления к внешнему миру, и для них их мотивация – это вписывание в этот мир. И они принимают этот язык власти, они принимают эту риторику, они принимают, как бы, эти представления. И, хотя, конечно, вот, то есть не как бы очень задумываясь об этом. Но поскольку, ну, это известно, что и в выборах они не участвуют, меньше всего участвуют, и как бы такой политической активности никакой среди молодежи особенно нет. Да и сейчас политически, да. Мне кажется, очень важно, что вот девочка вот это говорила, и вы тоже об этом говорили, что вот эта ранняя фаза, и мы сейчас опять приходим к какому-то такому периоду, когда в раннем возрасте, подростковом, там вот, школьном еще, до института, в начале института, вот начали возрождаться эти настроения времен начала перестройки. То есть желание действительно перемен, ощущение тупика, ощущение как бы отсутствия будущего общего. Не случайно вот это возмущение там пенсионной реформы – это все-таки общая проблема для всего общества. Ну, вот очень важный вопрос, который я хочу понять. Перемен социальных или тех перемен, которые могут решиться… И политических тоже. И политических тоже. Установкой нового приложения на смартфон. Нет, и политических тоже, но это самые молодые. Вы посмотрите. До 14 даже. Они же сами… До 20-ти там четырех. Но вы же сами говорили, и она говорит, что предыдущее поколение, как оно там называется, игрок, да, ну, вот 30-летние, условно говоря, вот они уже озабочены ипотекой там и так далее, и как бы от этого отходят. Это и говорит о том, что вот эта фаза, это фазовое как бы состояние молодежи, когда она действительно активно может быть, активно задумываться о социальных проблемах, политических проблемах, каких-то общих проблемах общества, а потом по мере того, как она вписывается в общество, которое устроено так, как оно устроено, и которое как раз давит все то, что они хотят как бы нести миру. Они меняются, они приспосабливаются тоже, то есть они как бы не сохраняют эти свои идеалы. И другое я еще хотела сказать, может быть, это несколько перескакивая, что действительно очень заметно, что молодые стали заботиться о экологии, там вот гендерной. Ну, это да, такое социальное. Но мне кажется, что это последствия того, что молодежь вообще вот, особенно та скорее, болотная, которая была такая более успешная, городская, столичная. Ведь какое главное изменение среди молодежи, кроме цифровизации, произошло, что она как бы стала ориентироваться не столько на ценности западные, понимая их как следует, сколько на западные стандарты жизни. То есть на западные потребительские стандарты и на стиль жизни. Ну, это сама городская среда еще тоже. Это сама городская среда. И в этот стиль жизни входят уже дальше. И экологичность. Как бы нарастает эта экологичность. Но это не связано с кучей, огромным количеством проблем. Да, Наталья, очень много просто здесь сразу тем сказали. Я вот на чем хотел остановиться. Может быть, вообще мне сейчас приходит в голову, это все-таки, если мы через 20 лет соберемся, то же самое, будем говорить очередное поколение. Не знаю. Вот, и, ну, смотрите, они все-таки рано или поздно женятся, выйдут замуж, дети, ипотеки, начнут работать, корпорации, корпоративные интересы. И все это до 30-30. Просто они сейчас позже выходят в жизнь, а когда они выйдут в жизнь, их вот эта корпоративная мясорубка и перемолит. Никто не знает, никто не знает, что будет через даже 10 лет. Потому что... В общем, горизонт короткий, да. Потому что сейчас реально вот эта диджитализация, это такая революция, это такое изменение общественного сознания. Сейчас так по-другому устроено уже их общество, их отношение с родителями, их отношение к семье, их отношение к друзьям, их отношение к успеху, их отношение к тому, кто они. Я просто могу, правда, про это очень долго говорить, что неправда. Никто не знает, чем это кончится. Психологи не знают, что будет через 10 лет. Вот я хочу протестировать. Потому что их воспитывают сейчас совершенно по-другому. Мы не говорили с вами о родителях. И нам кажется, что родители здесь, возможно, ни при чем, но родители очень при чем. Родители, которые выросли на обломках Советского Союза или там вот, ну, были в конце Советского Союза, то когда они начинали воспитывать своих детей, они начинали воспитывать их от противного. Они старались воспитывать их так, чтобы не повторить своих родителей. И поэтому сейчас столь модно либеральное воспитание. Поэтому сейчас столь модно прислушивание к детям, разговаривание с ними, дружба с ними. Если вы поговорите с родителями и спросите их, кем вы хотите быть детям, мамой-мамой там, или папой-папой, или мамой-другой, папой-папой, все говорят друг. Все скажут друг. Юля, я все-таки все равно хочу понять. Ну вот действительно, абсолютно новая цифровая среда, дигитализация, они хотят трушного мира, который будет походить на интернет и на идеальную вселенную интернета. Но это же все не влечет за собой неизбежности социальных перемен. Они точно так же могут быть манипулированы интернетом, и вся эта социальная активность ведется к тому, что они будут собирать лайки. Что я думаю про патриотизм? Лайки в Инстаграме, и мы же видим, как очень крупный Китай тот же. В конце концов, весь Китай дружным строем марширует в цифровую, новую цифровую реальность, в новый цифровой концлагерь, и ничего там, собирают лайки, социальные кредиты. Про патриотизм можно? Да, про патриотизм. Я вам скажу быстренько про то, что мы думаем про патриотизм. Нам кажется, что патриотизм в прямом смысле, в том смысле, в котором мы его понимаем, он для них уже не существует. Мало того, им довольно сложно понять это понятие. Они часто переспрашивают, несмотря на то, что мы разговариваем с ними, мы пытаемся преподнести это очень простым языком. И скорее у них такой, знаете, как есть локальный патриотизм. То есть скорее... Вот я живу в этой стране, она большая, она холодная. Это наш город. Это наш город. Я вот в этом живу. Я вот здесь родился. И поэтому я здесь нахожу какие-то прелести для себя. Но вот идеи, что мы лучше всех, у них этого нет. Мало того, у них нет про себя идеи. А есть идеи, что мир против нас, мир против России, вот то, чем кормит пропаганда, то, чем кормит ток-шоу? Потому что они скорее слышат это больше от родителей, чем от телевизора, потому что телевизор-то они не смотрят. Поэтому да, они часто говорят, вот у меня родители говорят про патриотизм, родители говорят про Америку, но они про это ржут. Они не относятся к этому серьезно. Они сейчас находятся в таком мире, что они заходят в интернет, и они могут смотреть видео из любых стран и общаться с людьми из совершенно любых стран. То есть они... Делают ли, могут, но делают ли они это? Да, да, да. Они в этом смысле не космополиты, которые могут и хотят жить во всем мире, а они, как бы, понимаете, такие диджитальные космополиты. Ну, все равно же, я не знаю, наверное, на домашней территории они дудя смотрят, там, монеточку слушают, гречку слушают. Ну, те, которые постарше, да. Вот, это же не значит, что они идут и скачивают там лекции TEDx. Конечно, они при этом еще и с большим-большим удовольствием смотрят всех наших рэперов и слушают. И они сейчас, кстати, очень многие пишут социальные тексты и очень хорошо на самом деле они воспринимаются молодежью. То есть, когда им преподносится это в их ключе, с матом, с ярким выражением эмоций, это имеет очень сильное сразу же приятие. Ну, вот такой набор... Слушайте, а мы, к сожалению, уже подошли к финалу. Это очень жаль. Да, как всегда. Самое-самое интересное. Но мне кажется, мы подняли много интересных тем. В конце рэп, конечно, это отдельная тема для разговора. Это важнейшая тема. Рэп и мат, да, как вот море молодых колышет супер-басы, да, они скачат под рэп и чем-то пудрят носы, как у Макаревича. Но я хочу все-таки закончить, как начал. Исторически, смотрите, сто лет назад была Октябрьская революция, 17-18 год. Комсомол был. 50 лет назад снова молодежь потрясла, снова миропорядка, 68-й год, причем не только западные студенты, но и Хунвэйбины в Китае. То есть, с какой-то периодичностью молодые люди выходят на историческую арену, начинают потрясать основы миропорядка. Но вот сейчас они выходят на эту арену, и даже после нашего разговора я не знаю, готовы ли они потрясти основы миропорядка, или он остается прежним и создается уже теми, кто управляет интернетом и телевидением. Посмотрим. Спасибо за этот разговор, Наталья Зоркая, Юлия Юзбашева. Вы были у нас в гостях. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.